здрасте с вами долбек и это не мое настоящее имя и мы снова разбираем свежий трейлер на этот раз ральф 2 хотя даже два трейлера так как пару месяцев назад вышел первый тизер трейлер и там тоже есть на что посмотреть сразу скажу что показали очень много деталей и это не считая отсылок на всякие медиабазы ну чё енды ехала всего одно полное совпадение тизер трейлер начинается с логотипа студии дисней что якобы проецируется двоичным кодом сначала может показаться ой дофига стилистика под интернет она но тут есть одна особенная деталь для теории о которой мы поговорим позже ральф против интернета песня в трейлере та же что и в трейлере аж первой части так как это еще тизер видимо другой трек еще не выбирали и общий ракурс на ту самую аркадную зону в которой находятся все герои и происходят все действия на вывесках ничего не поменялось кроме года рождения некой связи да это не шифр с визы твой а просто связи видимо буквы ю не было в первой части этой связи было пять лет и ясное дело прошло шесть лет события первой части как и собственно с выхода первой части а это значит что события мультфильма происходят в наше время в остальном ничего не поменялось кроме билборда на ней некий усатый мужик и надпись на испанском несчастный случай и какой-то номер прогуглив которые можно наткнуться на какой-то интернет-магазин интересная информация правда бесполезная или все же нет идем дальше хозяин аркадной тот же что из первой части привозит модем следующем кадре мы видим привычные нам автоматы с винилопой и ральфом пакманом и так далее и за шесть лет даже расстановка автоматов не изменилась хотя хотя нет убрали какого-то фрогера справа от ральфа и какого-то space что-то там а все отсылка теория финал разгадан хотя нет нифига это нам не дает владелец подключает вифи к общей розетке что является центром коммуникации всех автоматов и как-то неясно справа от розетки вифи дофига и больше других шнуров а тут только четыре штуки внутри этого псевдо метро все те же персонажи из первой части но так как сейчас утро и и аркадная закрыта то здесь не так людно ну что здравствуй интернет у владельца аркадной очень старенький аймак g3 98 года выпуска парень явно отстает от времени на пару тысячелетий при подключении интернета как обычно в стиле мультфильма ральфа визуализируется все процессы в электронике в реальности конечно нифига такого нет не знаю вдруг кто не знал чурка ральф и винелопа явно первые кто зашел модем и пока что неизвестно будет ли кто-нибудь из аркады проникать в интернет тоже и наконец основная сцена трейлера проход в глобальный интернет ральф и винелопа в неких капсулах а голова ральфа сначала не умещалась а затем и вовсе проломила капсулу ох ты но лишь сколько тут все сразу скажу что я не буду комментировать каждый логотип что показан в трейлере объяснять значение сайтов и форумов не нужно я буду разбирать лишь те моменты что важны для самого мультфильма ральф и винелопа прибывает на некое подобие той же станцию что и в аркадной тут таки написано прибытие все пользователи приземляются по своим цветам как и винелопа с синей пилюлей на синюю область вот только неясно почему ральф будучи в красной пилюле приземляется возле синих кругов я не понял ничего придется делать грехи трейлеров рядом с каждым сервисом а то есть сайтом стоит значок ссылки то есть это типа пользователей интернета по ссылкам перемещаются по сайтам ох ты но лишь сколько тут все следующая сцена с общим видом на глобальную сеть была не сразу после прибытия так как сейчас они уже над этим интернет мегаполисом а приземлялись на так скажем землю мне этот кадр очень напоминает общий вид на город мертвых в тайне коко хотя наверное только тем что здесь очень много мелких деталей тут вами ошибка соединения чей исходный код видимо чинят и зарубежные сайты на японском то есть здесь все будет не только на английском надпись на станции на это тоже намекала остальное уже отсылки на медиа сети обратите внимание на дизайн персонажей все сервисы сайты и прочие боты виде людей а именно пользователи живые люди что лазают по сайтам виде квадратноголовых то ли это майнкрафт хотя больше похоже на фигурки фанкопоп знаете мне как-то показалось что этот толстый намек на то что правительство и сами сервисы следят за каждым пользователям то есть вы же не показываете свою внешность при входе на фейсбук здесь типа через вашу веб-камеру или телефон чекнули как вы выглядите и поэтому каждый пользователь визуально показан какой он есть чуть-чуть слишком жестко но это но это предположение а отличие внешности пользователей от сервисов сделано естественно чтобы разнообразить дизайн персонажей а то если бы все были в виде стива из майнкрафта я бы на месте закопался вот насчет фразы про звезд с тюремным прошлым в русском дубляже упомянули некого бомонта при поиске выдавала мне разных людей я таки не разобрался о ком именно идет речь но в официальной озвучке было сказано то есть просто топ-тен про звезд детей что попали в тюрьму и как-то я не понял в чем конкретно суть перевода ну ладно дамы и господа следующего от картина на черном бархате печальные котенок он словно смотрит в самую душу и бэй изображен виде гипермаркета или торгового центра следующая деталь что меня зацепила это подпись автора даже в описании к товару было уточнено что подписано художникам вот что здесь написано я так и не разобрал у-с-с-к-ле-ю-л-чо-п если вы разобрали чё за отсылка напишите в комментах я поставлю сердечко чтобы народ увидел да мне долго будет сниться этот взгляд ральф против интернета лога в первом тизер трейлере стилизована под иконку приложения ios такой же она осталась и в полноценном трейлере что вышел на прошлой неделе с урод закрой такой же она осталась и в полноценном трейлере что вышел на прошлой неделе а теперь та знаменитая сцена что ненадолго стала мемом и да да девочка очень похожа на муану теории теориями но ральф существует грубо говоря в нашем мире то есть ну какой то скажем под мир то есть тут и игры и сервисы нашего мира даже то что она потомок муаны Вот где-то грустно слева в груди. Говорят, там какой-то орган есть, но это миф. Ладно, тут планшет с забавным чехлом, вот только не ясно, почему он прикрыл все кнопки. То ли кнопка Home у iPad'а или любых Android-планшетов. Ммм? Ну-ка дай-ка мне... Блины? Коктейль? Коктейль? Я начал понимать, что все находят в этой игре. Философская? Коктейль? Наконец-то сцена, что даёт нам деталь сюжета второго Ральфа. Ясное дело, что Ральф и Венелопа для интернета вирус. Мне кажется, что благодаря глюкам Венелопы, Ральфу тоже удалось проникнуть в модем. Хотя даже обычные персонажи могут проходить в тройники. Ещё посмотрим, как всё сложится. Но сам факт того, что они уже нарушают порядок в глобальной паутине, вторгаясь в те или иные сервисы и программы, уже даёт нам вывод, что им не будут рады в интернете. А блинчики нашему заинке. Перед смертью зайца он съел последние блины, не лопая их, а буквально. Что тоже вне кода игры. И ещё одно предположение. Этот случай с детской травмой явно не останется в стороне в реальном мире. То, что маму девочки взяли в кадр и показали её реакцию, говорит о важности этой детали. Значит, мама пойдёт жаловаться на игру и разработчиков из-за того, что в игре с рейтингом 0+, происходит такая жесть. После чего разработчики игры начнут разбираться в чём дело, находя баг с вирусом в виде Ральфа и Венелопы. И пытаясь их устранить. А вы как думаете? Хорошо, с тизером пока всё, переходим к свежему трейлеру. Второй трейлер, хотя это первый полноценный трейлер, предыдущий был, напомню, тизером, начинается уже с информативной сцены. Ральф, ты с ума сошёл? Распаковывай хлопушки и надевай свои лучшие кеды. Сейчас будем уходить в отрыв. Венелопа спит в игре Ральфа. Ральф посреди ночи будет её, чтобы сообщить с прискорбным тоном, что они идут в интернет. Ральф, что ты хочешь этим сказать? Мы выходим в интернет. Что? Отчего Венелопа радуется. Что всё это значит? Короче так. Явно что-то случилось с игрой Венелопы. Либо она временно сломалась. Либо её игру подключили к другому удлинителю, пока Венелопа была в другой игре. И теперь она не может вернуться к себе домой. А интернет может быть попыткой попасть через другую сторону в новый удлинитель. Которой подключена родная игра Венелопы. Но это всё предположение. Дальше. Ральф с грустной рожей типа соглашается таки пойти в интернет. И это всё происходит явно уже после первой походки в глобальную сеть. Что мы видели в тизере. Судя по всему, Ральфу там не особо понравилось. А вот Венелопе доставило. Хотя, быть может, это происходит вообще к финалу. У меня там есть ещё одна теория. Я о ней позже расскажу. Многоэтажка других жителей игры всё так же стоит. Горит свет, а значит в игре Ральфа всё в порядке. Что именно произошло, ещё будем разбираться. Мы выходим в интернет. Что? Следующая сцена, как мне кажется, первый поход в просторы интернета. Слишком много кадров из первого тизера. Да и чё там по роже видно. Да поздравляю, вы в интернете! И, наконец, выбрали саундтрек к полноценному трейлеру второй части Ральфа. Что? Выбор трека не разочаровал. Дафтбанк всегда хорошо. Особого смысла в выборе не было. Лишь общая тематика электронности как таково, так скажем. Идём дальше. Снова сцена с общим видом на глобальную сеть. И ясно, чем крупнее сервис, тем больше он по размеру в данной визуализации. Снова многоязычность сети. А вот твиттер изображён уже поинтересней. Никакой электроники, лишь забавная демонстрация, как работают твиты. Один твитнул, и другие ретвитнули. Круто! Всё тут только нет! Тут, короче, чё хочешь. Майспейс, фейсбук и ещё какой-то ноунейм, никому неизвестный видеохостинг. Короче, всё есть. Ставьте на паузу и рассматривайте, сколько терпения хватит. А мы идём дальше. Я такого не видела даже в самом прекрасном сне. Та же сцена, что и с тизер-трейлера. Только есть пару изменений. Добавили дорожку, по которой идут пользователи. Чуть изменили саму площадку с героями. Указатель появился, пару баннеров сменилось. Да и в принципе всё. Добро пожаловать в поисковую строку. Что желаете найти? Амазонка? Аммоний? Амнямня? Что? Сцена с поиском в поисковике вроде отсылка к самим поисковикам. И очень напоминает серию роликов, что если бы гугл был человеком. Но есть тут одна деталь, о которой я чуть позже расскажу. Рядом с поисковиком Noosmore, которого в реальности, кстати, нет. Стоит онлайн фотошоп, что типа сделано в виде типографии. Позади какая-то надпись на русском. Когда... Прсле... Прилета... Я так и не понял, что это может быть. Это у меня автозаполнение. Че деят? А можно я? Где тут такой сайт, где все-все есть и всем-всем классно? Дальше. Ральф и Венелопа просто ищут где бы повеселиться. То есть это первый приход в интернет. И они здесь пока что развлекаются. А теперь та интересная деталь этой сцены. Почему сценаристы придумали отдельный несуществующий сервис для этой сцены? То есть ни гугл, ни бинг, ничего другое. Конечно, первая причина, чтобы не было проблем с компаниями. Отсылка это одно. А вот уже отдельного персонажа рисовать, а затем еще над ним прикалываться, компании что-то может не понравиться. Но у меня есть еще одна теория. Кому принадлежат выдуманные сервисы? Хм? Вдруг во вселенной Ральфа будет некая компания, типа того же Google, у которой есть свой поископик, свои сайты и прочее. Хм? Ууу, всего одно полное совпадение. Да ну, принцесски и мультяшные персонажики! Сайт Дисней стилизован под тот же логотип с замком, только более технофицирован что ли. А следующие сцены наполнены отсылками и кроссоверами больше, чем ваша ссанная война бесконечности. Ух ты! Ну ладно, погнали. Холодное сердце, тачки, город героев, маппет-шоу, звездные войны, леди и бродяга, король лев, соник дамба, железный человек, молотора, щит капитана, студия Pixar, Ева, история игрушек, добрый динозавр, Лила истич, Микки, факин, мауф! И многое другое. Окей, не будем здесь долго задерживаться. Ух ты! Ты пойдешь с нами, девочка. Нам снова дают порцию сюжета. Как я и говорил ранее, в интернете Ральфу и Виннилопе не будут рады. Для него они вирус. Кстати, где сейчас Ральф, мы пока не знаем. При погоне от модераторов сайта Disney, я более чем уверен, что это некто замаскированный под штурмовиков, Виннилопа прячется в комнате принцесс Диснея. Здрасте. Эээ, я тоже принцесса, между прочим. Эта сцена наполнена огромным количеством информации, сейчас будем разбираться. Все принцессы стилизованы под единый стиль и отличаются от своих первоначальных видов. Очевидно, принцессы из 2D мультфильмов, а вот принцессы из 3D мультфильмов последних лет тоже потерпели изменения. У Эльзы волосы больше, Анна тоже похорошела, Рапунцель в первоначальном виде, а не брюнетка. А вот Муана не особо сильно отличается от своего сольника. У каждой принцессы своя гримерная и свой логотип. То есть это не их спальня или дом, а просто примерочная. Первая реакция принцесс на незнакомку уже может удивить. Здрасте. Эээ, я тоже принцесса, между прочим. А ты принцесса какого толка? Получается, в интернете все готовы к тому, что здесь небезопасно? И, быть может, и до этого были несчастные случаи? Ммм? Это как? У тебя волшебные волосы? Нет. А руки? Почему именно руки? Эльза и ногами замораживала воду. Что еще хочу упомянуть насчет этой сцены в целом. Мне кажется, она немного опередила свое время. Если вы ярый фанат принцесс Диснея, то вы явно в курсе, что некоторые из них находятся в одной мультивселенной. Я точно помню, что при премьере «Холодное сердце» 2013 года все сразу заметили Рапунцель и Флина, что явно и жирно намекает на возможный кроссовер. А Рапунцель вышла в 2010-м. Также существует 1200 теорий о том, что Муана, Шмуана и другие принцессы все существуют в одной мультивселенной. Далеко копать не стал, но проблемы в этой теории могут быть из-за разницы в эпохах и истории в целом. Но некоторые точно в одной вселенной. То есть кроссовер типа «Принцесских мстителей» рано или поздно должен был состояться. И эта сцена с принцессами вместе то ли опередила свое время, то ли является отсылкой на как раз таки будущие кроссовер-проекты с ними. Если вы гуру по принцессам Диснея, то поясните в комментариях, кто там из них точно в одной вселенной. И были ли какие-нибудь слухи о возможных кроссоверах? Поставлю сердечко. А, ну блин, финал этой крутой сцены испортил все. Я не буду ничего говорить о всем феминистском движении и прочем. Я лишь расскажу, почему это и вправду отрицательно повлияло на трейлер. Последние годы равенство прав полов и все больше и больше влияет на медиа-контент. Наблюдаем с горных вершин с недовольством и гневом, как технологиями у вас здесь заправляет девчонка! И, естественно, феминистки, вроде это феминистки, да? Недовольные однообразием принцесс Диснея, мол, маленьких девочек учат одному и тому же, и это неправильно. И это движение отразилось на мультфильме «Ральф 2». Почему это плохо? А вы послушайте сами. А тебе тоже думают, что все в твоей жизни наладилось, когда в ней появился мужчина? Да, но ведь это бред! Рапунцель и Венелопа говорят о Флине и Ральфе не как о возлюбленном, спутнике жизни или лучшем друге, что всегда поможет, а просто мужчина. И Венелопа говорит. Да, но ведь это бред! То есть Венелопа хочет сказать, что вся первая часть Ральфа, вся эта история просто... К ней пришел какой-то мужик, немного ей помог, и теперь все считают, что ее жизнь сказка только из-за мужчины. Напомню, что первый Ральф – это потрясающая история дружбы, о хорошем человеке и богатым посылом. И вся первая часть была обесценена, так как теперь это просто какой-то там мужик пришел в жизнь бедной девочки, и ей, мол, все на самом деле испортил. И как теперь после этого пересматривать предыдущую часть? И это не говоря о том, что Рапунцель тоже обесценила весь свой сольник. Вот прям неприятно где-то в груди слева. Говорят, там какой-то орган есть. Я, конечно, очень надеюсь, что это было вырвано из контекста, и на самом деле сцена выглядит иначе. Хорошо, погнали дальше. Следующая сцена длится очень недолго, но она наполнена также огромным количеством информации. Ральф, Венелопа и Синяя Адама явно обсуждают как раз-таки новую игру для телефонов и планшетов. На что еще и намекает логотип второй части. А Синяя Адама, судя по всему, некий менеджер или разработчик. Кстати, она похожа на Сомбру всем, чем только можно. Находятся они, видимо, в офисе компании разработчика игр. Сзади есть какие-то призы и прочие сертификаты. И возникает главный вопрос, кто она такая? У меня есть одно мощное предположение. Скорее всего, она и будет антагонистом второй части. Напомню, что в первой части антагониста прямо показали только в конце, и весь фильм не было противостояния двух сторон. Это был конфликт Ральфа с самим собой, и винилопы с системой гонок. Я думаю, что во второй части будет так же. Никаких конкретных противостояний, скорее куча разных проблем, типа побега от системы, с аркадной что-то не так и так далее. Но к концу мультфильма раскроются настоящие намерения этой дамы, что, наверное, использует Ральфа в своих целях. Ведь они оба явно необычные в мире интернета. Так вот, создают они игру с названием Ральф против интернета. Быть может, Ральф будет крушить, ломать всяких персонажей и всех, кого возможно. И сам диалог, где Ральф беспокоится за сохранность интернета, Ну да, но так получается, что интернету не поздоровится. А кто против? А синее ему, ну, немного так перечат, уже выдвигает некий конфликт или недопонимание. А теперь самое интересное. Помните, в первом тизер-трейлере логотип студии словно проецировался двоичным кодом? А на фоне был звук клавиш, словно кто-то печатает. Так вот, обратите внимание, что цвета цифр синие. Хотя во всех клишированных системах двоичный код всегда рисуют черно-зеленым. А еще, помните, я предположил, что есть некая компания, которой принадлежат все выдуманные сайты типа поисковика NoSmore? Что, если именно эта компания захочет создать игру про Ральфа? А эта синяя дама одна из шишек в этой компании. Или, быть может, даже она не бот системы, как поисковики и прочие, а реальный человек, что хочет взломать интернет, ведь не зря она предложила назвать игру Ральф против интернета. Кто-то же печатал во время двоичного кода? Наверное, интернет ей как-то насолил, и теперь она пытается взять его под контроль. Даже, быть может, лишить мир интернета вовсе. А этот двоичный код синего цвета и есть намек на ее хакерские способности. Я также скачал превью официального трейлера, этот кадр не попал в сам трейлер. И тут синяя дама что-то показывает Ральфу и Венелопе. Находятся они во входе на сайт Дисней, где ранее была Венелопа. Это видно по заднему фону. Раз это мультфильм от Дисней, то они могут позволить себе сделать принадлежность синей дамы самой компании. В том смысле, что она работает на сайте Диснея. И игра Ральф против интернета тоже будет от Диснея. Она еще значительно выше других ботов. А то понятно, ведь если бы она была тоже низкой, то визуально приравнивалась бы к Венелопе. И, казалось бы, незначительнее Ральфа. Дизайн персонажей важен. Возможно, она попытается взломать сайт Диснея, а Ральф и Венелопа спасут его при помощи всех персонажей, что принадлежат Диснею, а именно Мстители, Принцесса Диснея и другие. Вот это будет Кроссовер и космическая сама реклама Диснея. Ну что ж, я надеюсь, мне удалось немного раскрыть для вас события второй части Ральфа. Ну а пока мы будем ждать еще подробностей в виде новых трейлеров и сливов. На этом все. Счастья тому, удачи и ешьте пироги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин